Грустную историю про аварийный дом на 4-й Первомайской улице мы рассказывали в начале января 18-го года. Дымоход рухнул. Жителям деревянного барака было страшно и обидно, что их не расселяют. Туалет был общий на несколько квартир. Деревянное строение держалось из последних сил. Возраст был солидный, почти 90 лет. После мучительных ожиданий дом все же признали аварийным. Дом был, конечно, аварийным. Состояние было ужасным. Эта квартира прям чудесная. Павел Склехин – один из постояльцев аварийного дома. Сегодня мужчине вручили ключи от равнозначной квартиры. Причем с полной отделкой. В квадратных метрах, говорит, не обидели. Во всем угодили, даже с районом. Осталось завести мебель и создать уют. Меня все устраивает. Только любой хозяин все делает под себя. Например, плитку в ванную можно положить. То есть, благородие более-менее. Стоит отметить, расселение жильцов из аварийных домов мэрия проводит на средства городского бюджета. На региональную и федеральную помощь рассчитывать пока не приходится. На сегодняшний день мы завершаем уже программу текущего года по расселению жильцов из аварийного жилья. В текущем году мы расселили три дома, признанных аварийными. Это 79 жильцов и 37 было квартир в этих домах. 25 из этих квартир являлись частной собственностью этих жильцов. Они получили финансовую компенсацию. 12 получили комфортабельное или обустроенное жилье. Только за последние пять лет мэрию удалось расселить людей из 22 опасных домов. 500 ивановцев получили комфортабельное жилье. В следующем году также планируют выделить средства и расселить еще три аварийных многоквартирных дома.